Добрый вечер! В эфире вопрос при страсти. Меня зовут Вадим Родионов. Сегодня мы поговорим о юридических аспектах, актуальных для Латвии политических проблем. У нас в гостях юрист Алексей Димитров. Алексей Димитров родился в Риге в 1980 году. Закончил юридический факультет Латвийского университета, магистратуру того же вуза. Работал консультантом в Латвийском комитете по правам человека. Советником фракции Запчел в СЭМе, начальником юридического отдела в Министерстве интеграции. В данный момент советник фракции Европейский свободный альянс в Европарламенте. Участвовал в процессах по отмене языковых квот в законе о радио и ТВ и отмене ограничений на свободу собраний. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Как вы оцениваете решение президента Валдеса Затлерса распустить СЭМ с юридической точки зрения? С юридической точки зрения это решение соответствует Конституции. То есть оно было обосновано и никаких проблем там не было? Видите, вопрос обоснованности это политический вопрос, а не юридический. То есть если президент видит какое-то обоснование для того, чтобы не распустить СЭМ, а предложить народу распустить СЭМ, то тогда он вправе это делать. Но причин было достаточно с юридической точки зрения для того, чтобы он законно провернул это мероприятие? Ну, видите, опять же, здесь мы не можем говорить о каких-то юридических аспектах. Да, действительно, президент мотивировал соответствующим образом свое решение. Изложил, почему он считает, что конкретно в данный момент СЭМ должен быть распущен. И предоставил право народу принять окончательное решение. В данном случае мы можем говорить о каких-то этических аспектах. Потому что, как вы знаете, за некоторое время до этого сам же президент предложил поправки к Конституции, которые исключали такую возможность распустить СЭМ незадолго до выборов президента. Но эти поправки еще не вступили в силу, поэтому то решение, которое было принято, оно соответствовало действующему тексту Конституции. А тот факт, что президент решил инициировать распуск СЭМа за две недели до окончания срока своих полномочий, ну, до перевыборов, это было юридически правильно? То есть он имел право так поступить? Потому что были достаточно жаркие дискуссии на этот счет среди экспертов. Да, но проблема была именно в том, что сам Затлерс предложил поправки, которые бы это исключили, если бы они вступили в силу. То есть если бы текст Конституции был другой, то есть уже были бы приняты поправки, инициированные Затлерсом, он лишил бы себя этой возможности. Поэтому и были такие разговоры, оценивая его действия с этической точки зрения. Вроде бы президент сам предлагает что-то, а потом действует в противоречии с тем, что он сам же предложил. Но юридически здесь все достаточно чисто. То есть иногда бывают такие ситуации, например, в международном праве. Если президент государства, премьер-министр, министр иностранных дел делает какое-то публичное заявление, оно может повлечь определенные правовые последствия для этого государства. Ну допустим, министр иностранных дел говорит, мы отказываемся от определенной территории в пользу другого государства. У этого есть определенные юридические последствия. То есть у политического заявления есть юридические последствия? В международном праве. Если мы говорим о государственном, о конституционном праве, то такого нет. То есть само по себе заявление президента, что он хотел бы лишить президента возможности распускать парламент за определенное время до выборов президента, оно не имеет юридической силы. Юридическую силу имеют только те поправки к конституции, которые он инициировал, и которые на данный момент ничего не приняты и, соответственно, не вступили в силу. Ну а решение Заттлерса все-таки будет иметь какие-то юридические последствия для Латвии, для права? Ну прецедент создан в принципе. Ну прецедент больше политический, я бы сказал. То есть юристы всегда знали, что эта норма в конституции есть, она никогда не была использована. Это первый прецедент. То есть, наверное, с политической точки зрения, следующим президентам будет психологически легче принять такое решение об инициировании распуска Сейма. Это решение, если говорить о международном праве, то, что сделал Заттлерс, это уникальное явление? Или, в общем-то, этим сложно удивить Европу, мир? Ну видите, в очень многих государствах, допустим, президентских республиках, когда президент имеет достаточно большой вес, иногда, да, бывает, что распускается парламент. Бывает, что распускается парламент в связи с тем, что долгое время не удается утвердить правительству. Иногда парламент сам распускается. То есть я бы не сказал, что это совершенно уникальная ситуация. Многие эксперты указывали на то, что вот создание этого прецедента может повлечь за собой то, что другие президенты, которые будут занимать эту должность, начнут распускать Сейм, когда им это захочется. И господин Плэпс, работник юридического бюро Сейма у нас был в эфире, он говорил, что теперь наш парламент смогут распускать чуть ли не каждые полгода. Вот не опасаетесь? Ну, я не опасаюсь, в общем-то, это демократия, то есть если у президента есть такие полномочия, он может на это решиться. Действительно, Янис в данном случае прав, следующим президентам будет чисто психологически легче решиться на такой шаг. Это уже не будет что-то уникальное в истории Латвии. Вы работаете в Европарламенте, вот как там отнеслись к решению Валдиса Захтерса и вообще заметили ли это? Ну, скажем так, в самом Европарламенте особенной дискуссии на этот счет не было, то есть все понимали, что это делается в соответствии с латвийской конституцией, и поэтому нет смысла поднимать панику. В международной прессе, да, это заметили, часто это замечали в связке с экономической ситуацией в Латвии, то есть гадали насчет того, допустим, досрочные выборы смогут ли как-то повлиять на экономическую сторону вопроса, насколько Латвия будет способна отдавать свои долги, но я не могу сказать, что это было таким центром дискуссии. Скажем так, это отметили, немного об этом поговорили и перешли к другим вопросам, которые стали более насущными. Вот возвращаясь к теме Захтерса, вот сразу после того, как он огласил свое решение номер два, многие эксперты говорили о том, что он поставил страну на грани конституционного кризиса. Действительно так серьезно было? Или сейчас, по прошествии уже какого-то времени, можно сказать, что, в общем-то, все прошло в рамках закона, все было спокойно, никаких угроз конституции и так далее? Ну, с юридической точки зрения, я думаю, что угроз не было. Скажем так, была проблема в связи с тем, что если бы этот распуск был инициирован, в том случае, если бы Сэм был популярен, могла бы произойти такая ситуация, что парламент избирает нового президента, после этого народ, допустим, если парламент избирает того же самого Захтерса, и после этого народ не становится на сторону Захтерса, а становится на сторону парламента, номинально президенту нужно уходить в отставку. Вопрос в том, что ему нужно уходить в отставку, пока продолжается его первый срок или пока продолжается второй срок. Но здесь я согласен со многими комментаторами, допустим, с того же самого юридического бюро Сэйма, что в данном случае речь идет о конфликте конкретного президента с парламентом. То есть, даже если бы Захтерс был переизбран, то тогда ему бы пришлось уйти в отставку. Давайте переедем от темы распуска Сэйма к более прозаичным вещам. Это тема оккупации. Почему спрашиваю? Потому что грядут выборы, снова рейтинг возглавляет Центр Согласия, партия, которая, ну, во всяком случае, публично этот факт не признает. И, как эксперты объясняют, она не признает его не потому, что не ходит, а потому что опасается каких-то юридических последствий этого решения. Вот вы, как юрист, как считаете, какие последствия могут быть, если, допустим, Центр Согласия признает факт оккупации Латвии? Ну, видите, оккупация – это такой для Латвии вопрос вечный. Поэтому тут нужно понимать, что есть вопрос, как это называть и что это было. То есть вопрос, оккупация это или нет, это вопрос названия. То есть вопрос фермина. Да. Ключевой вопрос здесь – это было ли присоединение Латвии к СССР в 1940 году добровольным или нет, произошло ли оно в соответствии с международным правом или нет, и имеет ли право Латвия претендовать на континуитет. То есть, что Латвия сейчас – это та же самая Латвия, которая существовала до 1940 года, а не новое государство. Из этого проистекают такие вопросы, как денационализация, допустим, это восстановление корпуса граждан. Но здесь ключевой именно не термин оккупация, а вот это вот противоправность или непротивоправность. То есть, если мы признаем, что Латвийская республика – это то же самое государство, то вне зависимости от того, называем мы это вхождение оккупации, инкорпорации, аннексии, агрессии СССР против Латвии, все равно мы считаем, что это произошло в противоречии с международным правом, и значит, Латвия может претендовать на континуитет. Если мы говорим о конкретном термине оккупация, там единственная юридическая вещь, которую можно отметить, это то, что в 1948 году, согласно Женевской конвенции, появился запрет для оккупирующего государства перемещать своих граждан на оккупированную территорию. Но большинство комментаторов, в основном комментаторы, действующие в области международного права, они признают, что присоединение Латвии к СССР не было в соответствии с международным правом. Латвия – это то же самое государство, что существовало до 1940 года. Они считают, что все-таки не совсем корректно распространять эту норму на латвийскую ситуацию, потому что конвенция была принята, вступила в 1948 году, в 1948-1949 году. А латвийская ситуация началась в 1940 году. Что касается того, какие могут быть юридические последствия у признания, допустим, неправомерности вступления Латвии в состав СССР, я бы сказал, что в отношении жителей Латвии, наверное, таких последствий уже не может наступить. Теоретически, если мы говорим о том, что есть жители оккупирующего государства, которые нужно было бы забрать с собой, когда оккупация прекратилась, то в контексте Латвии это просто не работает. Почему? Потому что в 1995 году был принят закон о статусе неграждан, которым Латвия признала всех этих людей субъектами своего права. И потом Конституционный суд, по-моему, в 2005 году это подтвердил. Он сказал, что да, может быть, сперва неграждане, мы думаем, что неграждане это будет такая временная категория, но сейчас мы видим, что это постоянная категория, и Латвия несет за нее ответственность. У этой категории есть устойчивая правовая связь с Латвией. То есть даже при условии признания неправомерности, вне зависимости от того, как ее называть, какой-то депортации неграждан, не говоря уже о гражданах, которые стали гражданами в результате нейтрализации, быть не может. То есть это все некий блеф правых достаточно радикальных сил, которые в свое время призывали к деоккупации Латвии, то есть там какое-то ненасильство, но способствовать переезду русскоязычного населения в другие страны. Ну, способствовать переезду можно, но требовать, допустим, от России, если мы считаем, что Россия это продолжатель СССР по этому поводу, тоже много вопросов есть, требовать от России, чтобы Россия забрала всех вот неграждан и нейтрализованных граждан к себе, потому что в свое время незаконно переместила их на территории Латвии, в общем-то нельзя, потому что Латвия сама признала этих людей своими людьми, во-первых. Во-вторых, такие ситуации были, допустим, после Второй мировой войны, когда, например, граждане Германии, перемещенные на ту же самую территорию Австрии, были вынуждены уехать, они не получили австрийского гражданства, но с того времени прошло много лет, то есть сейчас у нас есть определенные нормы, связанные с защитой прав человека, то есть такой массовой депортации, в принципе, быть не может. С международной правовой точки зрения могут быть последствия, связанные с отношениями Латвии и России. Каким образом это может отразиться? Как я уже упомянул, есть разные концепции о связи России и СССР. Одна из них, допустим, гласит, это теория того же самого континуитета, что Россия является продолжателем СССР. Ну, допустим, Россия получила место СССР в Совете Безопасности ООН, допустим, Россия получила ядерный арсенал. Вторая теория, что 12 республик бывшего СССР, кроме Балтийских стран, которые восстановили свою независимость, они являются правоприемниками СССР, и Россия среди них. То есть, если, допустим, Латвия считает, что произошло нарушение международного права, и можно за это нарушение взыскать какую-то компенсацию, то она могла бы обратиться против государства, которое это признает, при условии, что Россия это признает, и потребовать, допустим, возмещения какого-то материального или какой-то компенсации моральной. То есть, теоретически, это реально? Вот если Латвия, допустим, это делает, у нас существует комиссия по подсчету от ущерба нанесенного оккупации, ее деятельность, правда, приостановлена, но она, тем не менее, не ликвидирована. В международном праве споры, как правило, решаются по соглашению сторон. То есть, Латвия может выдвигать такое требование, безусловно, Россия может его признавать, не признавать. В случае, если Россия такое требование не признает, то государства могут договориться о рассмотрении спора. То есть, они могут заключить такой договор, что идут, например, в Международный суд ООН, который находится в Гааге, и просят решить, во-первых, было ли присоединение Латвии к СССР неправомерным в 1940 году, является ли это международным преступлением, условно говоря, и можно ли получить за это какую-то компенсацию. Но проблема в том, что этот вопрос должен решаться по соглашению сторон. Есть некоторые государства, которые признают юрисдикцию вот этого международного суда ООН по умолчанию. То есть, они говорят, что любой государство может против нас подать иск в этот международный суд. Но ни Латвия, ни Россия не принадлежат к их числу. То есть, здесь нужно взаимное соглашение о том, чтобы какой-то международный суд или какой-то трибунал рассмотрел такой спор. Но, тем не менее, шансы Латвии получить какую-то компенсацию от России, как вы их оцениваете? Они высоки, не очень высоки, или они вообще нереальны? Мне сложно говорить о компенсации, потому что, опять же, я не видел материалов по подсчету. Я не видел, допустим, тех материалов, которые, как говорят некоторые российские политики, существуют об инвестициях СССР в экономику Латвии. Я бы сказал, что шансы на признание международным судом ООН того, что это было нарушение международного права, они очень высоки. В принципе, в научной литературе существует достаточно такой общепринятый консенсус на этот счет. Ну, если мы не говорим конкретно о терминах, там, оккупация, аннексия, инкорпорация. Что касается самой компенсации, это вопрос уже более спорный. Там действительно нужно видеть материалы. Но, что касается неправомерности, да, допустим, какие-то другие международные суды, например, Европейский суд по правам человека, он признавал, что страны Балтии вошли в 1940 году в состав СССР в противоречии с международным правом. Правительство Латвии утверждает, что факт оккупации Латвии Советским Союзом неоспорим, не вызывает сомнений. В общем, он есть, и уже с этим ничего не сделать. Вот это действительно так? Есть какие-то юридические документы, которые доказывают, что Латвия была именно оккупирована Советским Союзом? Подчеркиваю этот термин. Да. На этот счет есть разные мнения. В общем-то, есть группа ученых, которые считают, что это была оккупация, хотя и не в классическом понимании. Они обычно опираются на то, что в этот же самый период в Европе существовали другие схожие примеры таких нетипичных оккупаций. Ну, допустим, это создание протектората Богемии и Моравии на территории Чехии нацистскими властями. Это, допустим, тот же самый аншлюз, который обозначается вот этим специальным термином. Тем не менее, Нюрнбергский трибунал признал, что это была агрессия против Австрии. То есть там не поднимается вопрос о термине оккупации или нет, но вот этого слова аншлюз вполне достаточно, чтобы описать ситуацию. Я бы здесь согласился с довольно известным эстонским правоведом Лаури Мялксо, который считает, что вопрос именно термина оккупация или нет, он во многом не может быть разрешен в принципе. Потому что для того, чтобы он был разрешен... У каждой стороны есть свои определенные аргументы в пользу того, что это была оккупация или не была оккупация. Окончательную точку в этом может поставить только суд. Но вот мы видим, что, в общем-то, на данный момент перспективы такого судебного разбирательства между государствами нет. Вряд ли на данный момент Латвия и Россия были бы готовы этот вопрос решать в суде. То есть на данный момент все стороны остаются со своими мнениями и, наверное, в ближайшем будущем окончательную точку в этом поставить вряд ли удастся. Вопрос, который больше всего занимает в этой связи, это события августа 1940 года. То есть уже непосредственно, если мы считаем, что само установление вот этой вот условной советской власти в Латвии произошло под угрозой силы в связи с тем, что на территории Латвии находились войска СССР, что согласие Улманиса не имело никакой роли, потому что, допустим, в Литве не было бы никакого согласия, но тем не менее войска все равно вошли. Можем ли мы считать, что да, на какой-то определенный период была оккупация, а ее сменил какой-то другой правовой режим, допустим, правовой режим аннексии. То есть не меняя вот этого нарушения международного права, мы все-таки говорим о оккупации до вот этого августа и аннексия после этого. Но здесь надо отметить, что оккупация и аннексия — это термины из немножко разных областей международного права. Окупация — это международное гуманитарное право, как правило, то есть право, которое применяется в ходе различных конфликтов между государствами. Аннексия — это термин территориального права, то есть кому принадлежит та или иная территория. В общем, вопросов здесь достаточно много. На уровне политики, допустим, да, в Латвии используется термин «оккупация», на уровне юриспруденции тоже используется термин «оккупация», но когда, допустим, Конституционный суд в контексте дела о Бабране решал вопрос о неправомерности, именно применяя слово «оккупация» ссылались не на юристов в основном, а на историков. То есть с юридической точки зрения, в общем-то, там есть определенное поле для спора, я думаю, но оно, как я уже сказал, не влечет за собой серьезных правовых последствий, потому что ключевой вопрос — это несоответствие международному праву. А как это назвать, это, в общем-то, дело десятое. Насколько корректно с юридической точки зрения высказывание председателя фракции Центросогласия Сэйма Яниса Урбановича о том, что «оккупации были, оккупантов нет»? Ну, в общем-то, в международном праве ответственные за какие-то международные правонарушения несут государства, а не какие-то конкретные физические и юридические лица. То есть сам термин «оккупант», если его и можно употребить в международном праве, то он применяется именно государством, а не к людям. То есть, подытоживая эту тему, можно сказать о том, что даже если Центросогласия признает факт оккупации, для местных жителей это ничего не изменит, и в первую очередь для русскоязычного населения? Я думаю, что нет, это больше вопрос политический, вопрос отношения к тому, как применяется тот или иной термин или как, допустим, объявляется, что тот или иной термин является единственным правилом. С моей точки зрения, здесь не было бы никаких правовых последствий, но мне не нравится сама постановка вопроса. Мне кажется, что все-таки это не такой вопрос, где нужно устанавливать единственную истину. И даже если, скажем, большинство жителей Латвии поддерживает термин «оккупация», это не значит, что меньшинство должно обязательно его признавать. То есть, я думаю, что здесь каждая сторона может излагать свое мнение, и не нужно бояться какой-то дискуссии по этим вопросам. Давайте затронем еще одну достаточно болезненную тему. Почему эта акция «Вису Латвии» — это БДНЛ, которая, в принципе, провалилась, но, тем не менее, было собрано много голосов за ликвидацию образования на нелатышском языке? Как вы считаете, эта акция — 112 тысяч подписей, если я не ошибаюсь, собрали активисты. Как вы считаете, вот если бы удалось собрать необходимое количество подписей, провести референдум, и было бы ликвидировано образование на нелатышском языке, это было бы нарушением прав человека в нашей стране? Здесь есть два аспекта — внутренний латвийский и международный. Начнем с внутреннего латвийского. В латвийской иерархии законов Конституция стоит выше международных договоров. А это правильно? Ну вот. С юридической точки зрения это как? У нас каждое государство, как правило, так же считает, потому что хочется все-таки за собой оставить последнее слово. Когда дело доходит до каких-то международных судов, то иногда возникают проблемы. Допустим, такие проблемы были в суде европейского сообщества, сейчас суд Европейского союза, когда, допустим, какая-то норма, которая противоречила европейскому праву, она была закреплена в Конституции. И суд европейского сообщества говорил, что вы у себя дома, в общем-то, можете делать, что хотите, но извольте обеспечить соответствие европейскому праву. Но, как правило, государства особенно с этим не хотят спорить, то есть просто меняется Конституция в таких случаях. То есть мы как бы сохраняем лицо, говорим, что да, Конституция выше, но если мы видим реальные проблемы на международной арене, то мы тогда меняем Конституцию. Почему я вообще вспомнил об этой теме? Потому что относительно недавно у нас в студии был омбусмен Юрис Янсенс, который сказал, что в случае, если бы русские школы, ну, большинство школ русские, поэтому понятно, что мы имеем в виду, были бы таким образом переведены на латышский язык, это не стало бы нарушением прав человека. Нет, я с этим не согласен, потому что, да, действительно, ни в одной международной конвенции напрямую не написано, что государство обязано содержать такое-то количество школ с обучением языка и технических меньшинств. То есть они не защищены какими-то конвенциями? Но есть рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, в которой записано, что при условии наличия соответствующего спроса государство обязует содержать учреждения образования для этнических меньшинств, которые либо обучают языку соответствующего меньшинства, либо производят обучение на языке соответствующего меньшинства. Эта формулировка достаточно расплывчатая, но если мы ее применяем к латвийским условиям, то тогда мы должны сделать вывод, что такие школы существовали, причем это не порождение какого-то советского периода, они существовали и в довоенной Латвии. И, соответственно, ликвидация вот этих гарантий для этнических меньшинств была бы в противоречии с этой рамочной конвенцией о защите национальных меньшинств. И, в общем-то, защита национальных меньшинств – это неотъемлемая составная часть защиты прав человека вообще. И когда в свое время Конституционный суд рассматривал дело о реформе образования, в котором я тоже участвовал... Это частичный перевод школы 2004 года? Да, совершенно верно. ...перевод школы на матерский язык обучения 60 на 40. Мы использовали в качестве одного из аргументов дело о школах меньшинств в Албании, которое рассмотрел Международный суд еще до войны, до Второй мировой войны, в котором отметил, что, в общем-то, здесь нужно принимать во внимание реальные нужды этнических меньшинств. И когда мы вышли с этим аргументом к суду, суд сказал, что да, действительно, на территории Латвии существуют этнические меньшинства, у них есть определенные интересы, допустим, связанные с образованием на том же самом русском языке, на других языках этнических меньшинств. И если мы... Поэтому мы должны к ним относиться не так же, как к представителям этнического большинства, а принимая во внимание их вот эти особые интересы. То есть, если бы в самом начале, в 2004 году, был бы полный перевод, то, следуя этой логике, в 2005 году Конституционный суд признал бы его несоответствующим сопрету дискриминации в Конституции. Но поскольку тогда была речь об вот этой пропорции 60 на 40, Конституционный суд решил, что 40% — это достаточное различное отношение к этническим меньшинствам. То есть, я хочу сейчас задать такой гипотетический вопрос. Допустим, если партия Весу-Латвия придет к власти и захочет реализовать на уровне законов перевод школ на латышский язык, школ национальных меньшинств, есть ли какой-то механизм защиты со стороны международных организаций и так далее, который не позволит им это сделать? Если мы говорим о каком-то изменении закона, то есть механизм защиты даже в Латвии. Это Конституционный суд со ссылкой на дело о реформе 2004 года. Если это поправки к Конституции, то тут Конституционный суд не может ничего сделать, потому что норма внесена в Конституцию. А говоря о международном уровне, это Совет Европы, который надзирается исполнением рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Но Совет Европы не может в данном случае принимать какое-то юридически обязывающее решение. Он может только создать давление. Не делайте этого. И второй механизм, который можно было бы здесь задействовать, по крайней мере попытаться, это Европейский суд по защите прав человека. И в Европейском суде были схожие дела, с разным успехом они рассматривались, о дискриминации в праве на доступ к образованию. То есть, допустим, было дело, когда Кипр судился с Турцией по поводу политики Турции на оккупированной территории Северного Кипра. И тогда суд признал, что полная ликвидация греческого образования в этой северной части, она противоречит Европейской конвенции о защите прав человека. Как оцениваете акцию Осипова-Линдермана, которые инициировали сбор подписей за русский язык как второй государственный? Ну, давайте поговорим. Мы говорим с юридической точки зрения. С юридической точки зрения. Ее называют радикальной. Вот так. У нее такой ярлык вешают. Да, определение радикализма как такового, как в колонно-наказуемого деяния, допустим, в латвейских законах нету. Здесь, опять же, можно разделить две составляющие. Первая из них — это составляющая демократическая. То есть, в общем-то, любой сбор подписи, как бы он мне, допустим, не был неприятен, его, наверное, следовало бы приветствовать, потому что это проявление демократии. То есть, у людей есть определенное конституционное право, они им пользуются. То есть, с этой точки зрения, в общем-то, инициатива Осипова-Линдермана, инициатива ВИСу-Латвии, они равны. Что касается вопроса по существу, то вряд ли здесь можно рассчитывать на какой-то удачный исход референдума. То есть, я думаю, что это больше акция, призванная показать, что спрос на русский язык как второй государственный существует. Я бы сказал, что не вижу смысла в том, чтобы у русского языка был статус второго государственного. Мне кажется, что большинство практических проблем можно было бы решить последовательно, применяя то же самое рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств. Выясните. Ну, допустим, в данный момент жители Латвии не могут, не имеют возможности даже, к примеру, в Дагов, в Пилсе или в Резакне официально, согласно закону, скоммуницировать с органами местной власти на русском языке, там в Краслове, допустим, это могут быть белорусские языки. То есть, это сделать русский язык официальным в местах компактного проживания русскоязычного меньшинства? Совершенно верно. Но для этого нужно, чтобы, во-первых, государство имело волю это сделать, во-вторых, необходим отзыв так называемой декларации, которую Латвия подала согласно этой рамочной конвенции, где написала, что мы считаем эту норму, обязывающей Латвии до тех пор, пока применение ее соответствует Конституции и законодательству о государственном языке. А Конституция и законодательство о государственном языке исключают такое применение каких-то других языков, кроме латышского. То данная декларация, с моей точки зрения, довольно сомнительна, если мы говорим о юридическом аспекте, то есть мне кажется, что она не совсем соответствует международному праву. И если Латвия, допустим, ее бы отозвала и приняла какой-то закон о статусе языков этнических меньшинств в соответствующей конвенции, я думаю, вот, практические проблемы были бы решены. Безусловно, легче сказать, что вот давайте все проблемы решим одним махом, то есть ведем русский как второй государственный, но тут нужно измерять плюсы и минусы этого шага. Действительно ли он принесет так много плюсов, если минусы очевидны, то есть для абсолютного большинства латышей это неприемлемо, потому что латышский язык это не просто средство коммуникации, это один из символов латвийской независимости. Хорошо, я думаю, что на этом мы сегодня и закончим нашу программу. Спасибо, Алексей, что пришли, и всего вам доброго. Спасибо. Вы смотрели «Вопрос пристрастия». Мы выходим в эфир каждый день в 8 и в 11 вечера. Еще мы есть в социальной сети Facebook, и для того, чтобы нас найти, напишите в поиске «Вопрос пристрастия». Меня зовут Вадим Родионов, я работал для вас эти полчаса. Встретимся на канале Просто ТВ. Редактор субтитров А.Семкин